Всем привет-привет, наши дорогие зрители! Вы попали на канал Катеринка, куда можно прислать свой рисунок и попасть в видео на ютубе. Чтобы прислать рисунок, надо перейти по одной из ссылок, которые указаны под видео, и оставить свой рисунок на нашей стене как фотографию, а потом ждать своей очереди. Правда, ждать придется очень-очень долго, но 5-6 выпусков примерно так. А у нас продолжается операция Серебряная Кнопка, и мы продолжаем собирать подписчиков на наш канал. До Серебряной Кнопки нам осталось 44 913 подписчиков, и именно ты можешь стать подписчиком нашего канала, если тебя это не затруднит, конечно. Видишь, вон там под видео красная кнопочка такая плоская, вот нажимай туда и нажимай на колокольчик, и на одного агента в нашем мире цветных чернил станет больше. Сэмми, Сэмми, беги сюда скорей! Да, мой лорд, я уже здесь, что случилось? Да ничего не случилось, ни пожара, ни потопа, просто у нас сегодня праздник, у нас сегодня будет пати! Мой лорд, какие праздники, какой пати? Новый год закончился, 8 марта еще не началось. Или вы хотите отметить День Святого Валентина? Какой День Святого Валентина? Я не люблю романтику. Но праздник ведь надо будет отметить. Ой, ну ладно, ладно, что-нибудь придумаем, но у нас сегодня не День Валентина, а сегодня День Рождения моего Голоса! А разве бывают День Рождения Голоса? Конечно, бывают! Вот Мое День Рождения и День Рождения Батима будет 10 февраля, а сегодня 2 февраля День Рождения моего Голоса! Моему Голосу сегодня 36 исполняется! Вот кто мне даст 36 лет, а? По моему Голосу никто не даст! Потому что я вечно молодой, правильно, Сэмми? Да, мой лорд, вы вечно молодой и прекрасный! Так-так-так, ребята, а что тут за пати намечается? О-о-о, смотри, Алиса прибежала, услышала! Сегодня у моего Голоса День Рождения! А-а-а, у твоего! Между прочим, у моего тоже сегодня День Рождения! Так что, Бенди, дай мне, пожалуйста, денюжку! О-о-о, Алиса, что за глаза? Боже мой, я не выдержу этих глаз! Ты где так научилась? Ой, это мне ангелочек показала, посмотри, как она умеет! Я видел-видел, как она умеет! А еще я у кота в сапогах научилась, он тоже так умеет! И этого я вижу, что он умеет! А еще у кого-то училась, вот у Исаака, наверное? Да-да-да, я у Исаака училась, я у всех училась, и вот у этих милашек я училась! Мы в гляделки с ними играли, кто кого пересмотрит! Ну так что, ты мне дашь денежку? Нет, Алиса, у меня нет денежек, я все потратила на салат, оливье, на крабовые палочки! Я сегодня покупал все к столу! Ох, вот беда, ну мне на День Рождения нужен новый наряд! Алиса, я знаю, кто тебе поможет! Вот, смотри, пожалуйста, Рэдж! Он опоздал к с новогодними подарками, но у него там в мешке что-то еще завалялось! Рэдж, а ну-ка покажи нам волшебство! Ха, да без проблем, братан! Лови наряд, Алиска! Вау, какая прелесть, я теперь Снегурочка! А что у нее за водоросли на макушке? Сам ты водоросли, это украшение такое красивое, спасибо, Рэдж! Ты совсем не жадный, не то что некоторые! Алиса, Алиса, ну я не жадный, я все на День Рождения потратил! Норман, Норман! Сэмми, что он сказал? Он сказал, что слушает вас, мой лорд! Норман, тебе надо почистить 5 килограмм картошки! Ээээ, что он сказал, Сэмми? Он ничего не сказал, мой лорд, он стукнулся головой об стол! Ой, да ладно, пусть не переживает, ну 5 килограмм это же не 20! Почистит! Я ему помощников сейчас насобираю целую кучу! О, посмотрите, кто пришел! Борис, а что это ты сегодня такой нарядный у нас? Ну как же, у нас же сегодня праздник, поэтому я нарядный! Борис, а ты не хочешь Норману помочь картошечку почистить? О, картошечку да запросто! О, ты молодец! А еще возьмите вот этого вот, у него смотрите сколько рук! Он просто мастер почистки картошки, я даже не сомневаюсь! И вот его тоже возьмите, сюрприза! Он хочет с кем-нибудь подружиться! Так, а ты красавчик, что-то ты расселся! Девчонки еще не пришли, давай, давай, бегом на кухню, чись картошку! О, а ты что будешь делать? Я что буду делать? А я сейчас прикинусь больным и все, и буду читать газетки! О, кто гостей будет встречать? Гостей встречать? О, Женя, Женя, Женя! Иди гостей встречай! Женя у нас очень приветливый пацан! А это кто? Я не знаю кто, но она по кому-то скучает, наверное, по гостям! Вот она тоже будет у нас гостей встречать! А пока вы там чистите картошку, я загадаю картинки-загадки! У нас их всего 4 сегодня! Итак, картинка-загадка номер 1! Что это за обжект шоу? Я вообще даже понятия не имею, что это за шоу такое! Картинка-загадка номер 2! Как зовут этих милых мальчиков? Картинка-загадка номер 3! Просто Д! И надо дополнить, кто это? Это очень известный ютубер! И картинка-загадка номер 4! Здесь надо найти отсылки к каким-то играм! Вот, пожалуйста, кто у нас играет в разные игры, ищите! И, кстати, Алисонька моя дорогая, я придумала, что тебе делать! А с чем мне что делать? Ну, с тем, что у тебя постоянно нехватка монет! Вот, смотри, тебе надо найти радугу, найти ее конец, найти там лепрекона, все, и выйти за него замуж! Ух ты, как ты здорово придумал! Я подумаю об этом! Но радуга бывает только летом, а сейчас зима! Да, с этим тебе не повезло, но ничего, скоро лето будет, дождешься! Найдешь свою радугу и конец радуги! Я обязательно попробую! Ребята, кто-нибудь из вас, вот признайтесь честно, искал когда-нибудь конец радуги и горшочек с золотом? И вообще, верите вы в эту ерунду или нет? Вот со мной радуга никогда близко не была, я все время ее видел где-то издалека-далека! А может быть, кому-то повезло, и он все-таки нашел конец радуги? Ну, пусть и без горшка золота! Так, а кто это обижает от таких красивых пони? Лежит тупое существо! Это не тупое существо, пони очень умные существа! И тем более волшебные! А тем более такая красавица! Не пойму, как же жить в этом мире, где нет добра? Да как же нет добра? Да я сама добро! А Лизка у нас вон добро, а у нее знаешь добра еще сколько? В шкафах! О, тут добра целая куча! А это что за фрукты? А это нарисовали для наших гостей, мой лорд! О, это отлично! А это что за лысое существо? Здравствуйте, своей смерти не желаете? Нет, не желаю, спасибо большое! О, так он с шариками пришел, он, наверное, украсить нам хочет! Ну ладно, заходи, заходи, давай! Ножик только оставь, он там возле порога! У нас только невооруженные заходят! Обалдите, что злой? Мой лорд, я у него линейку забрал! Ну как ты мог, Сэмми? Учителя математики линейки лишить! Да ты просто жестокий человек! А эти что там на улице сидят возле костра? Скажи им, путь заходят, уже скоро потемнеет! Пати пора начинать! Да, конечно, мой лорд! И вот этих тоже троих, давай, веди! И что они там в кафешке сидят? Пусть к нам идут, у нас интересней! А кто еще сегодня придет к нам, мой лорд? О, сейчас идти прочитаю! К нам сегодня много кто придет! Вот, например, тут целая династия! Джек, Лило, Дэнни! Они тут братья-сестры друг друга! Я пытался понять, кто из них чей брат, но я не понял! Вот Лорис, Лейси, Клара! Они тоже все знакомы! Вот еще Джон, Лиза! Вот Бабл еще фокусник! Она может у нас фокусы показывать! И вот это тоже из их компании Джессика и Келла! Это все, мой лорд! Не-не-не, подожди! У них еще есть Нани! И Лин есть! И клон Дирки какого-то есть! Работа, ну это же очевидно! Он работает клоном Дирки! Я сразу это понял! А вот еще у нас есть один Вася, оптимист! Он любит, когда люди улыбаются, веселятся и дурачатся! Они любят грустные лица! А Ваське прилипало, когда увидел Нику на улице с грустным выражением лица, пошел за ней! И с тех пор, вот посмотрите, он ходит за Никой и говорит, чтобы она улыбнулась! Но это какая-то у него уже навязчивая идея! Возможно, ему к психиатру пора! А еще к нам придет шериф, который перезаряжать не умеет! Это хорошо, потому что он с пистолетами и к нам не надо заходить! И Ауис Дон Старова к нам придет, тоже вот придется топорчик у него отобрать! О, Кайми, я очень милая пара! Заходите, заходите! Так, а вы кто? Я твоя мама сладкий! Какая мама? У меня нет мамы! Моя мама Митли! Изойди, изойди отсюда! Мой лорд, а это что за чудовище? А Сэмми, я не знаю, но его тоже лучше где-нибудь в уголке держать подальше от гостей! А вот вот этот милый скелет пусть заходит! Сколько ему там, шестнадцать? А как вы думаете, какой у него пол? Ой, без понятия вообще, родаки, Рэд, Фэл, Ласт, так, описание веселое, женственное, елки-палки! Любит кошек, пара у него Саннер, есть брат Барк, Би, любит родаков, ненавидит пошлость и алкоголь! О, как отлично! Как раз у нас алкоголя нет, одна газировка, заходи! Так, а это что за доктор? Вот прочитать ничего не могу! Любит Ангелину и свою лабораторию! Питомцев у него нет, способностей нет! Нет, это хорошо, это хорошо! Без способностей мы всех любим! А то, когда слишком много способностей, народ возмущается! Так, Юни Чиду, девушке, который вселился в тело куклы девяностых, обожает балы и детей! Утопленница! Ну что ж, у нас тут мир волшебный, так что подойдет! Расса демон Эни Ворчер, семнадцать лет! Так, брат Зефир Ворчер! Зефир Принцесса, как и Зефир! О, принцесс нам, как, конечно, не хватает! В Королевстве можно найти ее в трех местах! В саду, в замке и в городе! А теперь еще и у нас на вечеринке ее можно найти! Ага, вот это существо Сэмми, которое к тебе приставало! Его зовут Хауин! Возраст неизвестен! И он хочет у тебя выведать, где я нахожусь! Так где я нахожусь? Я возле микрофона нахожусь! Я тут круглосуточно нахожусь! Имя Томра за человек не любит аниме и шоколад! О, то что ж ты за человек такой? Нет, это не человек! Ведь человеки все любят и аниме и шоколад! Ангелина, создатель Элеонора, полженский, девятнадцать лет, любит мороженое! Ой, ну кто ж такие буквы-то пишет? Оно ни черта не видно! Плохие привычки она не любит! Способности телепортации, питомцы калибри! Любит танцы и рисование! О, очень трудно что-то прочитать! Надо буковки или белые делать, или без вот этой белой обводки! А вот и сама Элеонора, создатель четырех персов, любит шоколад и своих персов! Не любит курильщиков и пьяниц! Поклялась, что не будет пить и курить! О, какая молодец, Элеонора! Питомец у нее собака, одежда черная футболка, розовые штаны! Ну, это мы видим! Шестьдесят седьмой персонаж по имени Диана к нам еще придет в гости! Она у нас лиса, любит серый и синий, любит музыку и свою магию! А еще к нам зайдет в гости Джекин псих! Любит наркотики, иголки, гвозди? Нет, нет! Но это мы у него все отберем! Не любит врачей! Блин, что с Гришей-то делать? Гриша тоже к нам придет! Кстати, у Гриши тут небольшое ЧП! У Гриши скорую машину угнали! А знаете, кто угнал? Андрей и Саня угнали скорую машину! Вот интересно, зачем им? Майлорд, я думаю, что они хотели нам картошку привезти! Ну, или мандарины с апельсинами! О, это точно, да, наверное! А кто к нам еще придет? К нам еще Базилил придет! Или Базиль, которому 16 лет! Он любит фиолетовые праздники! Ягоды не любит, когда срывают растения с его рожка! О, у него растения на рожке! Я думала, это просто цветы! Так, глаза светятся в темноте, семьи у него нет! Иногда появляются у него крылья! Вот какой красавчик к нам придет! Так, а кто к нам еще придет? Так, 66-й перс по имени Белая! Она кошка! Она любит белый летать и черный! Они любят радугу! То есть она такая черно-белая дама! Еще к нам придет одна пони, которую зовут Натькина! Или Натьконина? Натьконина! Фамилия Пай! Это, наверное, дочь Пинки Пай! Так, любит шип Бенди Сэби! Ой, ты какая нехорошая! Нельзя такие шипы любить! Рисовать она любит, не любит грубость! Еще одна понь к нам прискачет, которую зовут Лира! Ну, она пони, вы уже все поняли, единорог! Она любит музыку, рок, фури! Что она еще там любит? Не любит, когда плохо думают о музыке! Не знаю, как можно плохо думать о музыке, но все люди хоть какую-то музыку долюбят! Фамилия Марикова или Зенченко! Любит Ричарда, кота и магию! История, когда я шла на прогулку летом в нашем парке, заметила вдалеке, что что-то блестит в траве! И захотела посмотреть поближе! Я расправила траву и заметила палку! Только она была сделана из кристалла! Я пришла домой, никого не было, достала эту палку и она засветилась! Я испугалась, а после догадалась, что палочка... А где продолжение? Палочка волшебная, наверное! Ну, и, наверное, она стала волшебницей! А еще к нам придет Лукоя Сакура, 17 лет, полубог-полудемон! Олень в прямом смысле дерево! Когда испытывает сильный стресс, страх или гнев, то она цветет! Умеет превращаться в оленя и в дерево! Так, олень к нам, по-моему, в прошлой передаче приходил, есть девушка, есть маленький биполяр, защищает свой лес и умеет петь! Отлично! Она будет нам что-нибудь петь! А еще к нам придет рефер гречки! То есть, это гречка главная, оскар, фамилии нет, 17 лет! День рождения, 12 июля! Она любит цветы, котики, арбузики, земляничные, розовые любит! Не любит тишину и нахалов, злюк и малину! Ну, почти не любит малину! Жрет сыр! О, приходи, сыра у нас много! У нас еще вот кексик есть, видишь, какой веселый! К нам еще придет глаз по имени Лаки, которому 18 лет! Он любит котиков и хочет друзей найти! Вот как раз тут до этого девочка у нас была! Она тоже котиков любит! Вот там и познакомитесь! Еще к нам придет 19-летний Данте, который любит Чаки, а не любит все! Все он не любит! Так, значит, он нас тоже не любит! Какой ты нехороший, Данте! Что там написано про тебя, я не могу прочитать! Ну, ужасные просто буквы с этой белой обводкой! Из-за нее ничего не видно! Так, игры, в которых сможете меня найти! То есть, это вы Владика там сможете найти! Team Fortress, Don't Starve, Overwatch! Вот нас в Team Fortress можно найти иногда! А еще к нам придет вот эта милая леди, которую зовут Анна, создатель Элеонора! Она любит всех, а не любит ничего! То есть, она просто все любит и все! Все! Таланты у нее, танцы и вокал! Вот отлично! Они будут дуэтом петь! Кто там у нас еще петь хотел? Райана хотите, значит? Что, конечно, хотим Райану! Давайте нам сюда Райана! Ти-ди-щ! А вот и Райан! Райан тоже к нам сегодня пришел на вечеринку! Еще вот этот комикс к нам пришел на вечеринку! Но мы ничего не поняли! Вот старались понять, но ничего не поняли! О чем там была речь? Ну, мы показали твой комикс-автор! Так что вот! Так, а эти что тут спать легли? Кто-то к нам пришел! Даст и ласт! Ну, что-то рано они спать легли! Вечеринка только началась! Давайте просыпайтесь! Поднимайте свои кости! Давайте танцевать! Катерина со своей семьей! Все пришла! Правда, семья там в других выпусках осталась! Тут только оутор к нам еще зашел! Но они где-то тут, где-то рядом! Кантри Хоуменс к нам заглянули! Пони к нам сегодня заглянули! Даже Надюхины русалки к нам сегодня приплыли в стаканах! Короче, у нас тут полный набор! И, конечно же, мы приглашаем абсолютно всех-всех-всех на нашу вечеринку! Всех наших знакомых! Всех наших зрителей! Всех наших персонажей, которые за эти два года побывали на нашем канале! Абсолютно мы всех вас приглашаем на нашу вечеринку! Даже если вашего изображения нет в сегодняшнем выпуске! Вы все к нам приглашены! Если вы не знаете, как к нам попасть, просто пофантазируйте! Представьте себе вечеринку! 14-этажное здание нашей студии! И вот там толпа-толпа огромную народу! Вспомните всех персонажей, которые у нас когда только были, которых вы знаете! И представьте, вот закройте глаза и представьте, что мы все там танцуем в огромном-огромном зале! Вот как в игре Бенди Чернильная машина! Где вот игрушки-самолётики висели! И мы там все танцуем! Вот я сейчас закрыл глаза и прям увидела эту картину! Вот классная картина, если бы это была реальность! А на сегодня я заканчиваю этот выпуск, потому что опять будет слишком поздно, пока я его доделаю! Я желаю вам всем удачи! Отличного настроения! Пофантазируйте обязательно! Насчет нашей вечеринки! Может вы там что-то свое придумаете? Какой-нибудь танец изобразите, например, новый! А наш мир цветных чернил на сегодня говорит вам до свидания! Обязательно еще увидимся! Мы не забываем про критику! Она еще будет! Впереди ее очень много! Мы напряжем и к сушу, чтобы он отдельный выпуск вам сделал! Вот чисто с критикой! Чтобы все порадовались и нашли там свои рисунки! Короче, обязательно увидимся! Всем пока-пока, ребятки! Субтитры сделал DimaTorzok